Еще один большой экологический проект – это новая схема обращения с отходами. Область перестанет накапливать сотни тысяч тонн мусора, а начнет его сортировать и перерабатывать. Плюсы очевидны – свалки в регионе перестанут расти, они будут работать уже по новым технологиям. Никаких мусорных пожаров и грязи на улицах. Но вырастут тарифы. Подробности у Ксении Кузнецовой. Сверху челябинская свалка выглядит как живой организм. Внизу стоят бульдозеры и мусоровозы, а над ними кружат стаи птиц, стремясь найти в куске мусора что-нибудь съедобное. Сюда на огромный полигон свозят все городские отходы. Содержимое контейнеров, строительный мусор, старые предметы. Кладбище ненужных вещей пополняют без остановки работающие грузовики. Ежегодно сюда свозят по 600-800 тысяч тонн отходов. Иногда эта цифра драстает до миллиона тонн, и все это трамбуют и хранят прямо в центре города. Мы мерили примерно до поселка Першино порядка двух, полтора-два километра. До центра города там где-то шесть километров. Ну если напрямую брать. Если, конечно, по улицам, по дорогам, там больше. Мусор в Челябинске копят с 40-х годов. Именно тогда возникла эта свалка. В итоге появилась реальная угроза утонуть под этой грудой мусора. Чтобы этого не случилось, регион откажется от традиции накопления. С этого года будет работать новая система обращения с отходами. Мусор будут не складировать, а сортировать и перерабатывать. Начислять платежи и следить за утилизацией поручат региональным операторам. Их в области будет шесть. Каждый будет отвечать за определенный кластер в регионе. Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский. Обращения с отходами становятся фактически коммунальной услугой. Из-за этого, правда, тарифы вырастут. У нас эти отходы соберут. Более того, у нас их не повезут на какую-то свалку. А сначала эти отходы в обязательном порядке все отсортируют. Извлекут из них все максимально полезные и возможные к использованию фракции. Эти фракции направят на переработку. А вот уже то, что нельзя нигде разместить, разместят. Нельзя никуда использовать, разместят на полигонах. Быстрее всех к новой схеме пока движется Магнитогорск. Там первыми нашли инвестора для строительства полигона, рассчитанного на 200 тонн мусора в год и мусора перегрузочной станции. Нынешнюю свалку закроют, а новый полигон построят рядом по современным технологиям с гидроизоляцией. Так жидкость от гниения отходов не попадет в отземные воды. Конституционер обязан создать объекты коммунальной инфраструктуры в течение трех лет с момента заключения соглашения. Понятно, что этот срок включает и работы по проектированию, по прохождению государственных экспертиз и непосредственно сами работы по строительству. Но если мы будем отсчитывать с момента заключения, декабрь 2015 года, то, соответственно, до 2019 года у нас максимум эти объекты должны быть построены. Перерабатывать мусор, вероятно, будут в Шлябинске. Здесь уже работает предприятие «Авторком». Старые пэт-бутылки в такие заливают газировку и минеральную воду, дробят и перерабатывают в синтепон и геотекстиль. Архивные документы и макулатуру превращают в гофрокартон. Из такого нарезают упаковочные коробки. А старая одежда и обрезки швейного производства становятся изоляционным термовойлоком. Ищут инвестора и для главной мусорной опухоли Челябинска – городской свалки. Закрытие планируют уже в 2018 году. Затем начнется рекультивация. Свалку скроют под слоем грунта, а сверху высадят деревья. Только этим рекультивация не ограничится. Из свалки понадобится вывести жидкой, чтобы не испарялись свалочные газы. Планируется проведение конкурса по концессионному соглашению на то, чтобы был построен большой новый полигон в Челябинской области. Планируется он на участке около населенного пункта, который называется Чишма. По предварительным подсчетам работы потребуют более миллиарда рублей. И эти деньги область планирует получить по госпрограмме «Чистая страна». А новый полигон для Челябинского кластера построят к северу от города. Ксения Куднецова, Надежда Головина, Ольга Козлова, Айдар Насыров и Артем Большаков. ОТВ.